Здравствуйте, дорогие и уважаемые подводные охотники! Сегодня хочу рассказать вам о такой немаловажной детали снаряжения, как зимние ласты для подводной охоты. Я несколько лет уже пытаюсь подобрать себе что-то такое, чтобы у меня не мерзли ноги, чтобы в то же время насечения хоть как-то грести, удобные, крепкие, недорогие ласты. И в этом году нашел вот такие вот ласты. Сейчас расскажу, покажу вам подробно, внимательно, разберемся плюсы-минусы. Ну, изначально начнем. Это дайверская ласта с открытой пяткой для дайверов, да, под боты. Но ее можно успешно использовать и подводным охотникам просто в зимних носках 9-миллиметровых. Вот, я зимой плаваю только в девятке и в открытых ластах. До этого были другие открытые ласты, но они мне не нравились, все время что-то не то, нога все равно мерзла, они были неудобными. Сейчас нашел вот такую ласту, естественно, она не в родном заводском исполнении, я ее переделал. Как говорится, если хочешь делать хорошо, сделай сам. Вот, я купил китайскую резиновую ласту, крепкую, достаточно крепкая, она так и сгибается хорошо, отрабатывает назад, все. Резина такая, качественная. Ласта стоит 20 долларов, 2 вернее, ласты стоят 20 долларов, цена очень дешевая. Вот, я изначально испугался этой цены, думал, что что-то будет некачественное, товар еще что-то. Потом взял, пощупал, потрогал, помял, пожмакал, посмотрел и подумал, что можно взять ее и доработать. Не такие уж деньги, если что, большие, правильно? Вот, взял я эту ласту и что я с ней сделал? Ну, изначально она была другой формы. Вот, как можно заметить, да, она сейчас неаккуратно обрезана. Ну, скажем, на быструю руку. Это я ножом пообрезал, здесь были лапы такие, лопасти. И все это дело мне напоминало шуфель, которым под водой было грести нереально. То есть, ласта сделана хорошо, крепко, но совсем не продуманно. Вот, поэтому я взял, обрезал вот эти загибы боковые, лопатообразные, чтобы сопротивление на кончике ноги было полегче, чтобы не так заламало. Потому что в этих ластах, напомню, нужно плавать с ботом, а я плаваю с обычным носком. Вот, поэтому я сделал ее мягче, тем, что убрал боковые эти ребра, росткости. Это раз, первая доделочка. Все, ласта начала грести, перестала заламывать ногу, все стало удобно, хорошо. Дальше что? Вот эти суставы поворотные на ремешке, поворотный сустав, да, я его быстренько сразу доработал, что взял изоляцию, простую изоленту черную, и перемотал этот сустав наглухо, отрегулировал изначально по ноге, и перемотал наглухо, чтобы он не регулировался, чтобы он не цеплялся, ремешки попримотал, чтобы они не цеплялись, все, аккуратненько ремешок загибается, весь сустав работает только в одном положении, и он уже отрегулирован, он не жмет ногу, нога свободно одетая. Поверяется другой вопрос тем, что задний ремешок-то падает, начинает с ноги. Как решил я этот вопрос? К ластам прикреплены груза, груза, ножные груза, по полкилограмма, на защелки. Мои любимые груза, вот такие вот, которые просто аккуратно защелочкой защелкиваются на ноге, то есть, пришел на водичку, одел масочку, само собой все, перчаточки, ногу всунул, ремешок задвинул, и на ногу вот этот крепеж сразу раз, обхватывается ножка и защелкивается. Получается это все вот таким вот образом. Я еще покажу, продемонстрирую, одену, покажу, как это все на ноге выглядит. А пока вот так, вот так вот защелкивается, и веревочка вот эта, которая подвязалась, не дает упасть с пяточки вот этому креплению. Все. То есть, ласта не падает, нога сидит свободно, не мерзнет ни при каких морозах, ногам всегда тепло, уютно, а это самое главное. Вот, вот и плаваем. Значит, что дальше? По стоячей воде изумительно, плавает очень хорошо, все отыгрывает, ласта работает, все хорошо. На течении, на среднем течении тоже более-менее комфортно, ее хватает. На хорошем течении, сильном, скажем, течении, эта ласта не годится уже никак. Вот, размер, размер этой ласты максимальный. Получается 2XL. Вот. И на ноге 43-го размера с носком 9-кой, она даже свободно сидит. Есть еще запас, она свободненько себя чувствуется, болтается во всех плоскостях и вертикалях, туда-сюда. Вот, за счет этого ноге тепло. То есть, я думаю, что 44-й размер с 9-кой будет чувствовать себя комфортно, она уже 45-й, уже придется им одевать семерочку. Но за счет того, что нога себя чувствует свободно, все равно будет тепло. Естественно, можно одеть пятерку носок и пятерку год. Будет 10 миллиметров и поставить сюда, и все будет без этих веревочек комфортно держаться, но будет одно но. Нога все равно будет мерзнуть, так как она очень сильно обжата со всех сторон и плотно. Поэтому уже доказано. Лучше одеть один носочек в девяточку и открытую пятку, чем носки и боты по 5 миллиметров. Итого получается 10. Все, доказано практикой. Можно не мучиться. Купить себе похожие ласты. Любые ласты, которые будут свободно сидеть на ноге, которые крепкие, которые не ломаются, которые удобно вести. Доработать их немножко, не боясь чего-то обрезать, как надо. Доработать, заклеить, доклеить. Все. Самое важное, что суставы эти, чтобы были крепкие. Сама ласта, качество исполнения, чтобы было хорошее, чтобы она была прочная, как говорится, на века. И все. Все остальное можно доделать, если, как говорится, руки растут ее оттуда, откуда нужно. Либо же, если нет желания переделывать такие вещи, можно купить уже готовые, хорошие, качественные ласты в магазине. Но цена их будет значительно дороже. Я сказал, многократно выше, чем вот этих. Еще раз напомню. Цена этих ласт была 20 долларов. Производители не знают. Это чистый Китай. Вот, как-то так. Вот такие вот ласты для зимней подводной охоты. Все, друзья, удачи вам. Чистой воды и крупной рыбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok